Мы сейчас находимся в одном из самых знаковых мест Шимкента, а именно станции детской железной дороги, которая была визитной карточкой города. Еще бы, ведь это единственный подобный транспорт во всей стране. Каждый горожанин бывал здесь, а некоторым даже посчастливилось и прокатнуться на нем. В последний раз он был запущен в 2015 году, и с тех пор детский поезд простаивает. В советские годы, пока поезд был на ходу, поток желающих прокатиться из центра Шимкента до загородной части не иссякал. В то же время, управляя локомотивом по узкоколейным рельсам, набирались опыта юные машинисты. После развала Союза Нерушимых, детский поезд, как и многие другие предприятия, попросту встал и долгое время пылился на задворках забытой станции. Вплоть до июня 2015 года, когда в городе реанимировали одну из главных его достопримечательностей. Мы загорелись идеей, буквально, нужно сказать, что 18 лет после того, как дорога была передана на баланс города, фактически эта дорога не функционировала. Мы себе задали, сели, почему бы нет. И, грубо говоря, если так говорят, просто на энтузиазме за 26 дней и дневали, и ночевали здесь. То есть вагоны были в ужасном. Вот потом вам здесь предоставят фотографии вагонов были, как были до ремонта и в каком состоянии они сейчас. Как позже признавали специалисты Тургун-Ю, основная сложность ремонта состояла в том, чтобы найти детали для столь уникального транспорта, вагонов и локомотива, и людей, понимающих устройство узкоколейного состава. Всего на реконструкцию было потрачено более 7 миллионов тенге. Стоит пояснить, что компания Тургун-Ю не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к детской железной дороге. Станция, поезд и путь протяженностью 8 километров находятся на балансе городских властей. Вместе с тем, в руководстве ТОО Тургун-Ю утверждают, что реконструкция детской железной дороги практически благотворительность и жест доброй воли со стороны предприятия. Детская железная дорога к нам отношения никакого не имеет. Мы организациями, мы занимаемся модернизацией многоэтажных домов, но так как мы здесь сидим, мы хотели как бы этим показать свое патрилическое отношение к городу. Никто, никакие деньги не выделял. Мы на свои деньги, на жалпы, на все вот эти ремонтные работы ушло всего 7 миллионов, хотя люди просили, оказывается, не сравнительно больше. Но обновленная дорога спустя месяц после реконструкции была вновь остановлена. На этот раз из-за несоответствия правил эксплуатации. Нужно делать ремонт самих рельсов, замена шпал, и также самого тепловоза, который требует непосредственно там еще пайки и приписания. Там непосредственно еще кроме самой дороги, там частный сектор как бы расположен так, что почти вдоль самой железной дороги, расположение их ограждения, сооружения так же. Ну, почти тоже как бы для безопасности это тоже как бы влияет. После запрета на эксплуатацию поезда от прокуратуры, городской администрации было предложено возвести на месте ЖД путей велотрек. Но тут судьбу детского поезда вмешались депутаты. Демонтаж детской железной дороги и переделка ее велосипедную дорожку требует от областного бюджета больших миллионных вложений. Конечно же, мы можем найти и 200, и 300 миллионов. Такие деньги и без того тратятся на бесполезные проекты. Мы же, в свою очередь, планируем восстановить детскую железную дорогу на радость горожанам. Редкие посетители станции, увидев, что поезд стоит, начали активно ратовать за восстановление уникального транспорта. В социальных опросах мнение горожан было практически единогласным. Думаю, нужно оставить все-таки, потому что дети должны хоть какую-то прошлую жизнь наших родителей, предков помнить. Будет лучше для города то, что это будет радовать и как и местных горожан, тех, кто там живет, да и детей, которые там будут, там же. У меня целых детей нет, так что я эту железную дорогу никогда не видел. Никогда всем фиолетово. Я допустим за то, чтобы убрали. Это единственное, что в нашем городе, наверное, для детей детское есть такое, с железной дороги, я имею в виду. Я против, не убирать. Все просто. Не стоит. Однако, несмотря на активность жителей, никаких действий по-прежнему предпринято не было. Собственно, и в обозримом будущем изменений ситуации в ту или иную сторону не предвидится. Хотя, как уверяет директор Тургон-Уи, это вопрос сравнительно небольших денег. В 2016 году деньги не были выделены, хотя мы просили. Поэтому несколько раз платили. Ну и денег даже немного, миллион 25 на, например, восстановление документов, на окончательный ремонт дорожного полотна и на два вагона, ремонтную систему, тормозную систему, как бы нужно было в порядок привести. Поезд то простаивал годами, то работал на износ. Спустя столько лет эту достопримечательность в пору называть легендой. Только вот обидно, что в День детей, известный на постсоветском пространстве как День защиты детей, поезд весело грохача по рельсам не повезет детишек по городу. Тем более символично, что запущен он был в 1979 году, в год ребенка. Али Аманов, Бахадыр Тажибаев, новостная служба телеканала ТВК.